Абсолютный чемпион России, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен России в приседаниях с весом 395 килограмм, в эгиперовке в категории до 120 килограмм. И этот список можно продолжать бесконечно. Сегодня у нас в студии человек-машина Михаил Сазонов. Миш, приветствую. Здравствуйте. Ну что, давай наших телезрителей будем с тобой знакомить. Расскажи, как ты попал в пауэрлифтинг, в бодибилдинг, почему именно в это направление? В пауэрлифтинг я даже сейчас уже точно не сформулирую, как я попал, наверное. Всегда нравилось развитие каких-то силовых показателей тела, эстетических показателей тела. То есть, ну вот, пришел в пауэрлифтинг в студенческие годы и даже с первых соревнований, то есть, начало как-то все получаться. То есть, с учетом того, что там я готовился меньше полугода. И на первых соревнованиях я выполнил разряд кандидат-мастера спорта по пауэрлифтингу. И решил немножко подзадержаться в этом спорте. Но потом, как бы, череда травм, как бы, и травмировал пояснично-крестцовый отдел. И решил, что надо переходить, наверное, в другой спорт. Потому что травмы это не есть хорошо. И перешел в бодибилдинг. То есть, где мне было больше по душе, то есть, там не нужны критические такие веса. И работа более, так скажем, на эстетику тела, круглые мышцы, кубики пресса. То есть, ну, в пауэрлифтинге, как бы, немножко все равно специфика другая. Там, не важно, как ты питаешься, важно, какой вес ты поднимешь. Что в бодибилдинге именно, грубо говоря, играет огромную роль картинка в зеркале. И, естественно, питание, в первую очередь. Ну, или, как и всем известная фраза, идеальное тело к лету, да? Ну, типа того, да. Типа того. Пришел сам, то есть, это было свое желание? Или, может быть, кто-то из родных родственников тебя подтолкнул? Или, может быть, увидел кого-то кумира и сказал, что, блин, я хочу быть таким же? Ну, я думаю, что, как и многим ребятам моего возраста, кто там родился в 90-е годы, первоначально, сейчас, конечно, кумира какого-то такого нету, первоначально это был Арнольд Шварценеггер, как у многих, там, Сильвестер Сталлоне, то есть, вот эти вот все фильмы с их участием, там, Жан-Клод Ван Дамм и прочее. И, конечно, стоит отметить, ребята выглядели очень хорошо, то есть, ну, и вот к этому, к этому всегда стремился. И в бодибилдинг, в бодибилдинге пришел сам. То есть, я понимал, что большие веса больше, как бы, поднимать нежелательно, из-за ряда определенных травм. Ну, и как-то хотелось, конечно, это не во вред своему здоровью, а вот как раз-таки бодибилдингом можно заниматься, там, всю жизнь, и наоборот, то есть, ну, только будет в плюс вашему здоровью. Поэтому, вот пришел, пришел, начал заниматься, начал строить тело, начал изучать, там, диетологию, менять свои пищевые привычки, строить правильный рацион, и тоже начало неплохо получаться. Просто я такой по своей натуре, что если что-то за что-то берусь, тем более, если это касаемо, там, соревнований, то не в том плане, что, там, обязательно достичь каких-то, там, мировых высот, сделать от себя все возможное для достижения определенного результата, а там уже, ну, выиграл, либо не выиграл, это уже, как бы, дело второе. Самое главное, что ты выложился сам, и там уже победы придут. Все будет своим чередом. Затронул тему-то уже про рацион питания. В бодибилдинге это важная составляющая и довольно-таки сложная тема. Расскажи про свой режим тренировки, про режим питания, ну, грубо говоря, что ешь, что не ешь. Ну, в бодибилдинге режим питания, вот все пищевые привычки, они, я бы даже сказал, на первом месте. То есть, даже, наверное, то есть, ну, с моей точки зрения, они где-то чуть-чуть важнее самих тренировок. То есть, если, я, конечно, не должен так говорить, но можно чуть-чуть недовыложиться на тренировки, так скажем, там, схалтурить, да, но на кухне схалтурить нельзя. Поэтому я всегда, то есть, я стараюсь держать плюс-минус, то есть, ну, конечно, не суперсоревновательную форму в моменты, когда, то есть, я, там, не готовлюсь к соревнованиям, но всегда стараюсь питаться, питаться правильно и всегда смотреть, что я ем, и всегда считать, что я ем, в первую очередь. То есть, ну, естественно, никакого такого, там, сладкого, там, шоколадки и прочие такие выпечки, то есть, ну, я себе, если, ну, не то, что там не позволяю, ну, очень крайне редко, то есть, когда, ну, типа, да, то есть, когда рацион сбалансирован, то есть, хватает у нас макронутриентов, белков, жиров и углеводов в рационе, то не будет тянуть на всякие, там, сладкое, там, мучное, жирное, еще что-то. Поэтому, то есть, ну, есть макронутриенты, белки, жиры и углеводы, если мы составляем рацион правильным образом, то есть, ну, так скажем, чтобы у нас всего было в нормальном количестве, там, ну, не в каком-то, там, суперизбытке, не в каком-то, там, супердефиците, то и не будет хотеться сорваться на какую-то неправильную еду. А можешь немножко раскрыть тайны питания, то есть, ну, вот, кратко рацион на день? То есть, что ешь? У меня, ну, допустим, вот крупы. То есть, все крупы для меня, в моем понимании, они взаимозаменяемые. То есть, я сегодня могу овсянку, завтра перловку, послезавтра гречу, послезавтра, там, и так далее, рис. То есть, они все заменяемые для меня в равной пропорции. То есть, ну, условно говоря, там, мой день начинается, там, 150 грамм овсянки в сухом виде, 5 целых яиц и, допустим, там, какой-нибудь либо протеиновый коктейль, то есть, разовая порция. То есть, это вот такой вот у меня завтрак. Обед, условно говоря, там, 150 грамм риса в сухом виде, там, 300 грамм форели, то есть, стейка форели, там, уже все мясо, я считаю, в готовом виде. Все крупы в сухом, все мясо в готовом, потому что так проще в сыром виде мясо считать гораздо проблематичнее. То есть, ну, такой лайфхак, как бы, то есть, ну, но там, конечно, получится чуть больше по таблице калорийности, если там уже уподобаться там в подробности, чем в сыром виде мяса. Ну, я, как бы, на это акцент сильно не делаю и все мясо считаю в готовом. На перекусы, то есть, ну, и ужин, да, у меня там такой же, может быть, там, 150 грамм риса и уже там белой рыбы какой-нибудь, то есть, ну, менее-менее жирной. И на перекусы, то есть, вот, тресланные приемы пищи, и на перекусы, то есть, между этими приемами пищи протеинный коктейль, порция протеинного коктейля. То есть, вот такой примерно рацион у меня там ежедневно, то, что я кушаю. Ну, и в зависимости от того, то есть, есть белки-жироуглеводы, как я говорил, которые нужно мне в течение дня добрать, и в зависимости от этого, то есть, я записал в программку, там, она мне выдала цифры, если я где-то не добрал там углеводов, или не добрал белка, или не добрал жиров, то я могу еще сделать там какой-нибудь поздний ужин, либо там между ужином и обедом, то есть, так, чтобы уложиться в свои цифры и в общую калорийность своего рациона. Ходят разговоры, кто-то называет это мифом, вот скажи от себя, правильное питание – это дорого? Правильное питание – это дешевле, чем неправильное питание. То есть, это однозначно, потому что я даже просчитывал полностью корзину, корзину из, так скажем, правильного питания и неправильного питания, то есть, ну, и у меня вставала корзина, ну, в 1,6, где-то 1,7 раз дешевле, чем из неправильного питания. То есть, это, на самом деле, вот как вы правильно сказали, это действительно миф, то, что правильное питание дороже. Абсолютно нет. Ну, конечно, тут, знаете, тут такая составляющая, мы можем там и омаров кушать, да, и, конечно, там это будет невероятных, там, каких-то там баснословных денег стоить, но мы можем собрать корзину и более-более бюджетную, так скажем, и это тоже у нас будут хорошие, правильные продукты. У нас в основном что под правильными продуктами, я подразумеваю? То есть, белок есть полноценный, есть неполноценный. То есть, весь растительный белок, он неполноценный. Соответственно, то есть, аминокислотная цепочка там, она более скудная, так скажем, чем в белке полноценном. То есть, и весь растительный белок, он неполноценный, если совсем просто. Весь белок животного происхождения, он полноценный. Поэтому, то есть, ну, вот основные какие-то такие моменты. То есть, к быстрым углеводам тоже я, как бы, ну, постараюсь не потреблять, а быстро. То есть, все крупы, практически все крупы, это сложные углеводы. Ну, и жиры, если совсем вкратце, тоже там различные масла, различные жиры, которые животного происхождения мы потребляем там из мяса. И такие категория, самые ужасные, это трансжиры, это всякие там жареные наггетсы, то есть, жареное масло, там майонезы, маргарины и прочее. То есть, такие жиры, конечно, лучше откинуть. Вот, если совсем по-простому, что для меня, в моем понимании, значит, правильное питание. Ну, и давай поговорим про замечательный кубок, медали, которые так врываются в экран телевизоров. Что был за турнир и за что эти медали? Был чемпионат России, выступал в двух номинациях, так скажем, вышел размяться за день до основной своей категории в бодибилдинг пары. То есть, пары – это когда мальчик-девочка выступают совместно, показывают тело, форму тела и так далее, и произвольную программу совместную также. То есть, вот в парах стали мы вторыми из пяти пар, то есть, там были еще участники. И основная моя категория, то есть, это бодибилдинг свыше 100 кг, и абсолютная категория – это когда каждый победитель, то есть, есть категории 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 и свыше 100, и победители и призеры этих категорий выходят потом все в одну категорию, то есть, это первое, второе, третье место каждой категории. Топы самые лучшие. Ну, да, да, так можно сказать, ага, и каждый выходит, то есть, все топы выходят в одну абсолютную категорию, и уже там выявляют абсолютного победителя. Поэтому, то есть, вот этот кубок – это кубок за абсолютную категорию, а медаль – вот эта за категорию свыше 100 кг, а эта серебряная – это вот за бодибилдинг парные. – Сколько весит кубок, потому что он такой, правда, массивный? – Кубок, да, кубок вот этот вот в районе 13 кг весит, то есть, его было достаточно проблематично везти сюда, потому что это, ну, как такую хорошую гирю, гирю привозишь домой, так скажем. Поэтому, ну, одновременно и накачался по ковер. – Приятно с полезным. – Какие сейчас планы, что по, так сказать, распорядку, отдых, не отдых, отпуск, не отпуск? – Сейчас небольшой отдых, но вот вчера меня тренер обрадовал, тренер Денис Капустин, он порадовал, сказал, что сейчас, вот с многими, со многими вот этой, с обстановкой в мире, он для нас, для россиян, открыли возможность поездки на чемпионаты мира и Европы. – Приятная новость. – Да, в этом году не было такой, к сожалению, возможности, то есть, в этом весеннем сезоне, правильнее будет сказать, да, то в осеннем сезоне на чемпионат мира нам говорят вроде как «велком», и поэтому есть, конечно, огромное желание подготовиться на чемпионат мира. и я уже становился на чемпионате мира вторым, но надо этот гештальт закрыть и вопрос снять, поэтому вот, ну, наверное, будем курс держать туда. – То есть сейчас, грубо говоря, основная такая, ну, цель – это золото на чемпионате мира? – Да. – То есть то, что тебе еще не поддавалось? – Совершенно верно, да. – А все остальное уже на груди было? – Ну, все остальное, да, уже, в принципе… А, ну, я ни разу не был еще на чемпионате Европы, но зато я выигрывал Арнольд Классик, то есть это тоже как бы такой турнир довольно-таки для меня значимый. – Авторитетный турнир. – Да, и, то есть, ну, конечно, чемпионат мира в приоритете, потому что звание чемпиона мира, как вот говорится там, чемпион мира, он и в Африке считает. – Да. – Можешь дать краткий совет начинающим спортсменам, которые вот только хотят заняться бодибилдингом, но вот натыкаются на какие-то грабли? – Совет, наверное, основной совет – это верить в себя, верить в себя, поставить, то есть, ну, сформировать даже, сформировать в голове основную цель, то есть у большинства же проблема какая, то есть они вот приходят в зал, но они до конца не понимают, для чего они туда пришли. То есть, прежде всего, сформировать в голове эту цель, определиться с ней, и верить в себя, и тогда, то есть, ну, если это будет достаточно, не просто, что вот там, а я вот там, в принципе, ну, да, верю как бы в себя, а именно просыпаться с мыслью выполнения той цели, которую поставил перед собой, и тогда однозначно успех, успех будет. – Ну, я думаю, на шее. – Верить в себя – это вот главный совет. Всегда. – Поэтому наши телезрители возьмут это на вооружение, ну, а Федерация бодибилдинга Алтайского края так под конец сезона, да, подвела некие итоги. Кратко их озвучу. Всероссийский фестиваль детского фитнеса и бодибилдинга Павел Капустин первое место по первенству России, также по бодибилдингу Александр Рябинин абсолютный победитель, мастер бодибилдинга, надеюсь, в категориях я не ошибаюсь. – Да, да, это бодибилдинг мастера, то есть, атлеты 40-49 лет. То есть, вот, Александр Рябинин, да. То есть, у нас вообще, ну, сборная Алтайского края, такой, прям, из 57 регионов, то есть, мы стали третьими. То есть, это, буквально, два балла проиграли второму месту, то есть, это довольно-таки серьезный результат. То есть, сборная очень сильная, очень сильная. Ну, естественно, это благодаря нашему президенту федерации Денису Капустину. – Да, согласен. Ну, и в Кубке России очень отличные результаты. Первое место у Евгения Шобика, фитнес-мужчины. Второе место Антон Овдин, атлетик до 175. Ржевикин Алексей, также второе место, Александр Рябинин вновь второе место, и третье место Ирина Красникова, wellness-фитнес. Тоже очень красивая такая категория для женщин. – Да, категория классная, классная, действительно. – Ну, а на этом наше время к большому, огромному сожалению подошло к концу. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни. – Спасибо за внимание. Продолжение следует...